здравствуйте друзья с вами снова паша фриман на связи мы сегодня с вами продолжаем обозревать новинки патча 2.13 крылатые львы и в этот раз выбор пал на новинку швеции band cannon 1c который является очередной артиллерийской установкой которую добавил этот новый патч и находится она на данный момент на боевом рейтинге 70 я постараюсь разобраться насколько хороша данная машина играбельна ли она какие у нее есть плюсы какие минусы и кому она может подойти ну и соответственно как на ней играть тоже дам несколько советов давайте начинать так как это сау главное преимущество ее это орудие 155 миллиметров пушка кан м60 у которой вдумайтесь только перезарядка 3 и 2 секунды с автоматом заряжения боекомплект у нас правда довольно скудный всего 14 снарядов которые отстреливаются за 45 секунд и это достаточно жестко на мой взгляд стреляет эта артиллерия двумя типами боеприпасов стандартным осколочно-фугасным снарядом sgr m60 у которого на борту 7 с половиной килограмм тротила и бронепробитие 58 миллиметров и осколочно-фугасным снарядом с радиовзрывателем zoner m65 у которого тоже 7 с половиной килограмм взрывчатки тоже 58 миллиметров бронепробития но при этом этот снаряд взводится на определенной дистанции минимальная дистанция взвода 300 метров и радиус срабатывания 3 метра это чем-то очень похоже на те снаряды с радиовзрывателем которые были на акации Обзор на которую я уже сделал, так что если не смотрели, обязательно гляньте. И у обоих снарядов есть свои достаточно серьезные минусы, про которые я вам расскажу чуть попозже. Далее мы с вами поговорим о не самых хороших характеристиках данной машины. И начнем мы, пожалуй, с углов вертикального и горизонтального наведения. Вертикальные углы равны от минус 2 до 38 градусов. Соответственно, отсюда делаем вывод, что стрелять мы можем по сути только на ровной поверхности. Если будет минимальный какой-нибудь холм или какая-то неровность, то выстрелить прямо вы уже скорее всего не сможете. Особенно это касается близких дистанций. Но зато вверх мы довольно неплохо поднимаем орудие, что позволяет даже сбивать в некоторых случаях авиацию. Ну, в начале видео вы, наверное, это уже заметили. И второй минус это горизонтальные углы наведения. Они равны всего плюс-минус 10 градусов. То есть сектор обстрела у нас довольно маленький. И в большинстве случаев нам придется доворачивать корпусом. А это будет сделать не всегда возможно. И далее я вам тоже расскажу почему. А пока мы поговорим про броню. А точнее, про ее полное практически отсутствие. Потому что самая толстая часть это 20 мм в башне. Соответственно, мы с вами не держим даже пулеметы Браунинга в лобовую проекцию. В отличие от Акации, которая, кстати, их держит. Поэтому пробивают нас абсолютно все. И авиация, и танки с крупнокалиберными пулеметами. Про пушки я даже говорить не хочу. Но с другой стороны, здесь есть и положительная тенденция. Из-за того, что брони практически нет. От членов экипажа у нас аж 5 человек. Один из которых сидит в корпусе и четверо в башне. Живучесть у данной машины очень интересная, скажем так. Потому что иногда, конечно, вы ваншотитесь. И довольно часто. Но будут происходить моменты, когда вы будете танковать. Моторно-трансмиссионным отделением. Которое, кстати, отделено от боевого перегородкой. То есть там снаряды будут застревать в трансмиссии, в двигателе. И осколки особо дальше не будут пролетать. И когда вам будут пробивать рубку, тоже снаряды довольно часто будут проходить без урона. Если, конечно, вам не попадет снаряд в боекомплект. А вот с этим, друзья, здесь все очень и очень плохо. Подрыв боекомплекта это будет самая частая причина уничтожения вашего БК на 1С. Потому что боекомплект, как вы можете заметить по дизайну, скажем так, машины. Торчит всегда выше самой машины. И спрятать его будет не всегда возможно. Поэтому выбор позиции необходимо продумывать заранее. А для этого надо знать карты. Так что изучайте их, чтобы вам немножко легче игралось. И по сути, вас туда могут расстрелять даже пулеметами. Боекомплект лучше всего каким-то образом, я не знаю, прятать. Поднимайте орудие, чтобы он опускался ниже. И, не знаю, делайте что угодно. Главное, прячьте его. Потому что постоянно туда ваншотят. Вообще всегда. Далее поговорим про подвижность. И здесь не все так хорошо, как хотелось бы. Двигатель у машины на 600 лошадиных сил при 53 тоннах веса. Что достаточно много на самом деле. При этом максимальная скорость вперед-назад 30 км в час. То есть коробка передач у нас реверсивная. То есть задний ход 30 км в час это хорошо. Но зато передний ход 30 км в час это нехорошо. А учитывая боевый рейтинг 7.0. Это означает, что мы с вами будем проигрывать по подвижности практически любому танку на этих боевых рейтингах. И тем более на более высоких. Кстати, стабилизатора у машины нет. Но в целом орудие более-менее нормально стабилизируется само по себе. Потому что скорость вертикального наведения у нее где-то в районе 9.5 градусов в секунду. И при не очень быстрой скорости вы можете плюс-минус держать орудие на противнике. Даже на ходу. Пополнение боекомплекта на точке проходит достаточно быстро. Так что если у вас будут заканчиваться снаряды, обязательно едьте на точку, пополняться там. Ну и пора переходить к геймплею. И вот тут, друзья, все очень странно. Вроде бы потенциал у нас достаточно большой. 155 миллиметров фугасы. Достаточно мощные, но не во всех случаях. Потому что тяжелые танки довольно часто могут танковать. К тому же на этих боевых рейтингах появляются машины с экранами. Которые, естественно, отменяют все наше фугасное воздействие. Поэтому желательно стрелять из этого орудия по крышам противника. Либо под башню, если есть такая возможность. И как бы, если вы каким-то чудом объедете противника и встанете в такую позицию, с которой можно будет обстреливать достаточно большое количество врагов. Которые, например, будут выезжать с респауна, либо подъезжать к точке. И в подобных ситуациях. То потенциал данного орудия можно будет раскрыть во всей своей красе. Да, когда будет там куча противников одновременно выезжать, но не видеть вас, вы сможете уничтожить всех. Без особых проблем, причем за несколько секунд. Но если вас заметят, даже одна очень хорошая очередь пулемета крупнокалиберного может остановить весь ваш нагиб. Вам могут, например, уничтожить наводчика. Либо пулеметами попасть в боекомплект, который его подорвет. Либо вас выстрелят подкалиберным снарядом. Потому что мы с вами довольно часто играем на боевых рейтингах 7.3, 7.7. А там уже танки со стабилизаторами и под колями появляются. И отсюда делаем вывод, что они могут вас выстрелить просто первее, чем вы по ним. При условии, если вас заметят. И достаточно часто из-за этого у вас будет либо убиваться наводчик, либо выноситься ствол, либо казенник, либо трансмиссия. Выбивание трансмиссии на быкане очень и очень серьезное повреждение. Потому что из-за ограниченных углов горизонтального наведения мы с вами не сможем вести нормальный огонь. Так что законтрить его достаточно легко. К тому же мы постоянно с вами будем отваливаться от авиации. Которой на этих боевых рейтингах очень много. С достаточно серьезным вооружением, не говоря уже про ракеты и бомбы. К тому же у нас еще и появляются потуровозки с вертолетами. Что также добавляет геморроя в наш геймплей. И где же можно применить данную машину в геймплейном плане? Я считаю, что она более-менее нормально играется на картах, где есть и городская застройка, и при этом есть поля. То есть мы с вами должны держаться на расстоянии. Желательно это должна быть дальняя дистанция, от 800 метров и выше. При этом мы должны с вами находиться в укрытии. Причем в достаточно большом. То есть это должно быть здание, либо какая-нибудь огромная скала. Чтобы нашу машину можно было спрятать. Кстати, многие думают, что у нее очень большие габариты. На самом деле это не так. Она не очень большая. Но, скажем так, и не маленькая, конечно. Что это вам не визель. Но и не маус, конечно же. Так что в целом спрятать на некоторых картах ее можно будет. Тут проблема заключается в другом. А именно в том, что вас могут заметить достаточно быстро. Во-первых, у нее очень шумный двигатель. И вас могут услышать просто на большом расстоянии. А во-вторых, чтобы выкатиться до противника, выстроить в него с учетом наших углов вертикального и горизонтального наведения. И с посредственной подвижностью мы при этом с вами выкатываться будем. Сделать, короче говоря, это достаточно тяжело. Во всяком случае, резко и неожиданно. Поэтому, даже если вы вроде бы как выезжаете противнику в борт, либо в корму, это еще не значит, что он вас не заметит и не успеет развернуться. Потому что вам надо его еще и выцелить будет. Ибо далеко не все машины уничтожаются в любую точку, скажем так, проекции, куда вы попадете. Потому что, как я вам и говорил, фугасы далеко не панацея от всех противников, скажем так. У нас есть кусты на картах, у нас есть заборчики, об которые это все взводится довольно легко. Плюс, к тому же, у нас достаточно большое количество тяжелых танков на этих боевых рейтингах обитает. Поэтому, далеко не всех вы будете уничтожать куда угодно. Как я вам уже говорил ранее, лучше всего выцеливать крышу и погон башни. Где-то вот в эти вот места большинство противников уничтожаются. Также нам будут с вами очень сильно мешать легкие машины. Такие как БМПшки, например, вторые, да и первые тоже. Мардеры, раттли с автопушками и вообще в целом машины с автопушками будут нам приносить огромное количество проблем. Так как мы мало того, что с пулеметом пробиваемся, автопушкой-то нас пробить еще легче. А фугасы с радиовзрывателем тут, в принципе, плюс-минус такие же, как и на Акации. То есть они взводятся до подлета к цели, не нанося ей урон. У меня не получалось сделать нормальное количество фрагов. Вообще, в принципе, нормальный фраг хотя бы один. Поэтому я вам рекомендую играть на обычных стоковых, которые есть уже в самом начале. Это, кстати, еще один плюс, скажем так. То есть у нас с вами топовые снаряды. Не надо открывать, они уже есть по умолчанию. И в целом я могу вам посоветовать плюс-минус то же самое, что и на Акации. Если вам повезет с картой и с союзниками, то вы можете занять хорошую позицию на прострел противника, который будет подъезжать к точкам. Сделайте там 2-3 фрага, например, и сразу уезжайте. Потому что эти челики, которых вы забрали, просто возьмут самолет, прилетят и вам отомстят. А вы в этот момент должны уже находиться на другой позиции. Тем самым вы немножко продлите жизнь своей машине. Ну и, может, еще пару фрагов заберете. Что было бы неплохо, конечно. Также машина довольно сильно зависит от ваших союзников. То есть если они будут играть как какое-то стадо, лезть на одну точку, и там все будут умирать по одному. В итоге вы потеряете всю команду за первые 5 минут боя. Конечно же, в такой ситуации вы ничего сделать толком не сможете. Хотя тут есть и другая сторона. Если вас, например, зажмут в какой-то позиции, да, то есть на вас можно будет выехать только с одной стороны, и начнут, как бы, враги вас давить толпой, то есть вероятность, что вы, возможно, даже всех перестреляете. Если вам, конечно, повезет. Так как не все игроки еще знают, что у этой машины перезарядка 3,2 секунды. Я несколько раз подлавливал даже врагов на выстреле. То есть я делал выстрел в землю, они думали, о, у него там перезарядка, они выкатываются потихонечку, а я в них уже второй снаряд засылаю. Так что в этом плане можно будет разводить даже иногда противника. Ну и в целом, подводя итоги, я могу сказать, что Band Cannon 1C достаточно спорная машина. То есть в одних ситуациях, которые происходят довольно редко на самом деле, она может нагнуть, причем очень серьезно. Например, на своем бывом рейтинге, либо если она в топ списка выпадет. И даже на БРС 7.3, 7.7 тоже это возможно. Но имейте в виду, что очень многие враги, да и союзники тоже, намного быстрее вас. Поэтому какую-то позицию занять хорошую у вас может не получиться. Просто времени не хватит доехать до туда. К моменту занятия вашей позиции, которую вы выбрали, и прям знаете, что сейчас там нагнете, а там бам, и рушка какая-нибудь 251 уже стоит. В общем, достаточно большая вот проблема в подвижности, на самом деле, у этой машины. К тому же, очень ограниченные углы вертикального и горизонтального наведения не позволяют нам вести бой в любых условиях, скажем так. То есть, мы должны находить еще специфичные какие-то места, с ровной поверхностью желательно. А это можно сделать далеко не на всех картах. При этом мы крайне уязвимы к любому виду вооружения, начиная с крупнокалиберных пулеметов и так далее. Ну, конечно же, фугасное воздействие по нам проходит просто на ура. Также авиация нас разносит. В общем, проблем у этой машины достаточно много, и применять ее у вас получится далеко не везде. Поэтому я считаю, что как бы 50% машина может нагнуть ее очень жестко, а в других 50% она будет постоянно сливаться с одного-сдвух попаданий. И если вас не будут прикрывать союзники, то, скорее всего, вас просто очень быстро уничтожат. В общем, довольно спорная новинка получилась. Бывый рейтинг 7.0. Я не знаю, насколько сильно оправдан. Было бы неплохо ее увидеть на 6.7, но, с другой стороны, она будет попадать против 5.7, и это уже будет совсем другой разговор. А с другой стороны, если ее на этом будем рейтинге оставлять, то играть на ней не так уж и легко. В общем, машина очень сильно скиллозависимая. И при этом еще помимо скилла у вас должно быть хорошее везение. С нормальной картой, с нормальными союзниками и с глупыми противниками. И если все эти пункты будут соблюдены, то нагнуть на ней вы сможете. Там по 7-8 фрагов спокойно можно будет делать. Но в большинстве случаев 1-2 фрага, и вы отправляетесь в ангар. Имейте это в виду, когда будете играть на этой машине. И я лично считаю, если выбирать между Акацией и Быканом, я бы лучше взял Акацию. Она намного более универсальная машина, на которой приятнее играть. У которой еще более низкий бувый рейтинг, который, я очень сильно надеюсь, что не повысят. Так что, если вы скилловик, то можете качать спокойно. Если у вас скилла не очень много, но хотелось бы какую-нибудь новинку, то в целом тоже можете прокачать, пофаниться над ней, понять, что она вам не подходит, и забить на нее. Вот такое вот у меня мнение. А своим можете поделиться в комментариях. Играли ли вы уже на БК, а не один С, либо встречали его в рандоме, насколько легко с ним бороться, и насколько он легко может бороться с противником. Пишите обо всем этом в комментариях. Разумеется, если вам понравилось видео, оставляйте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои социальные сети, чтобы не пропускать новые видеоролики и стримы по Вартандеру. Все ссылки будут в описании. А с вами был Паша Фриман, всем удачи, хорошего рандома, и пока-пока, друзья.